Всех приветствую на канале Олег Нестеров Брест. Это видео является блиц ответом на часто задаваемые вопросы. Поэтому вот это вот вступление, оно будет постоянным. И занимать особый отрезок времени. То есть, если вы переходите на следующее видео, вы можете просто уже знать, с какого времени начнется ответ на данный вопрос. В этом видео я буду в течение 1-1,5 минуты рассказывать о задаваемом вопросе. Вопросов очень много, которые часто задаются. И поэтому я сделал отдельную папочку, в которой вы будете видеть все вопросы, которые очень часто задают. И может быть этот вопрос вас тоже интересует. Зайдя на него, вы можете посмотреть и узнать, что же это такое. И в дальнейшем, если вы не нашли информацию, информация для вас была не полной, вопрос у вас не раскрылся, вы можете зайти, подписавшись на мой канал, посмотреть и выбрать видео, в котором вы и найдете ответ на данный вопрос, полный и исчерпывающий. Итак, вопрос. Какой способ затирки лучше, на мокрую или на сухую? Здесь очень много возникает споров. По качеству я не скажу вам, что есть большие отличия. То есть, на мокрую у вас меньше пыли. То есть, если вы делаете в гараже, вы избавляетесь от пыли, и при покраске у вас не будет сюрпризов с пылью. Пыль эта оседает на всем гараже. Так что, вы меньше расходуете шкурки, то есть, наждачной бумаги, из-за того, что у вас вымывается, шкурка не так стирается, и у вас получается ровнее вытирать. Не знаю, как у кого, деда лежит, трет только на мокрую. Многие производители и мастера отговаривают тереть на мокрую, говорят, нельзя тереть на мокрую. Все это миф, все это можно сделать. То есть, есть в видеоуроках, где я тру на мокрую. Просто, если у вас открытый металл, вы шпаклюете, защитите открытый металл эпоксидным грунтом. Вот и все. То есть, на мокрую тереть можно, на мокрую трут уже годами, и ничего не случается. Качество от этого не страдает. Главное, с умом это все делать. Конечно, надо сушить шпаклевку после того, как вы ее затерли. Шпаклевка за то время, когда вы затираете, столько воды не впитает. Единственное, что она где может впитать, это на месте, где шпаклевочка уже на нет сходит. И у вас вдруг там открытый металл, вот эти краешки, они могут пропитаться. И чтобы такого не было, для этого вы и наносите эпоксидный грунт. То есть, чтобы у вас шпаклевочка оставалась на эпоксидном грунте. Она как быстро намокла, так быстро и высохнет, и ничего с ней не случится. Продолжение следует...